Всем привет, с вами Люда Блаж-Суприм, добро пожаловать на мой YouTube-канал, и сегодня у нас с вами ну такая интересная тема. Я как поняла, вы не против порассуждать на такие психологические темы, так что усаживайтесь поудобнее, наливайте чай кофе и погнали. Но давайте на минутку отвлечемся, разговор о Меган, конечно же, затянется, а мне очень хочется напомнить вам о моих добрых друзьях, спонсорах сегодняшнего видео, приложении для денежных переводов CoronaPay. Приложение, при помощи которого можно отправить деньги из Европы в Украину, Молдову, Россию, страны СНГ без комиссии и по очень выгодному курсу. У ребят уникальный сервис, никто из представленных на рынке такого предложить больше не может. Если вы живете в Великобритании или Ирландии, то вы наверняка скажете спасибо за такие полезные ссылки и приложения. Что такого особенного предлагает CoronaPay? Как я уже сказала, никакой комиссии, деньги приходят моментально, и в общей сложности за 6 месяцев человек без подтверждения своей личности может перевести 1000 евро. Переводы отправляются мгновенно из Европы с карты на карту, можно перевести деньги в Россию, Украину и страны СНГ. Также, и это вообще огонь, можно отправить деньги таким образом, чтобы получатель смог забрать их наличными. А, кстати, во многих странах, если перевод отправлен наличными, то получатель сможет зачислить себе деньги на карту уже в местной валюте. Я лично могу гарантировать тот факт, что приложению CoronaPay можно доверять. И самое приятное, что с курсом валют здесь никогда нет никаких подводных камней. Все очень прозрачно. Фунт, рубль, доллар, евро. И самое главное, что не надо ждать 3-4 дня, пока деньги поступят тебе на счет. Переходите по ссылке в описании, скачивайте приложение CoronaPay и пользуйтесь именно им для осуществления денежных переводов. Ну а я не перестану это повторять, бесконечно рада тому, какие замечательные и самое главное полезные для вас спонсоры поддерживают наш канал. Ну а тема у нас сегодня обширная и очень серьезная, так что погнали. Ну что, сегодня мы с вами порассуждаем вот на какую тему. Психологическое расстройство Меган. Это не мой диагноз. Все психологи мира, которые плюс-минус интересуются королевской семьей, они уже поставили ей диагноз. Нарциссическое расстройство личности. Грубо говоря, она нарцисс. Но не в нашем обывательском таком понимании, что она вот никого не любит, ходит с высоко задранной головой и все. Ну это, конечно, да, но больше нарцисс в таком медицинском понимании. Также для начала хочу сказать, что это видео это не хейт Меган, это не то, что вот Меган такая плохая, я не знаю, как тебя земля носит, Гарри, беги от нее. Нет. Это просто разбор личности Меган, разбор психологии Меган. И это видео, это мнение различных, различных психологов, русскоговорящих, англ в основном говорящих. Это чуть-чуть мое мнение, я сюда добавила, но мое мнение, как вы понимаете, ничего не решает, это просто мое мнение, просто мои такие вот мысли, которые летят вот по волнам, по морям. Так что это ни к чему не обязывающее видео, никакого хейта, никакого негатива к Меган абсолютно нет. Давайте по порядку разбираться, что такое нарциссическое расстройство личности и почему абсолютно точно Меган Маркл этим грешит. Начнем с того, что у Меган есть приятельница, ну подругой ее не назовешь, потому что по большому счету у Меган подруг нету, и об этом, кстати, мы поговорим еще в конце ролика, вы поймете, почему у нарциссов подруг, друзей в принципе не бывает. Некая приятельница из Канады сказала, что ее в узких кругах прозвали Лакрицией. Почему Лакрицией? Вы либо любите ее, как Лакрицу, либо ненавидите, это ведь действительно так, есть люди, которые любят Лакрицу, есть люди, которые вообще не понимают, как в принципе это можно кушать, но нет людей, которые ровно относятся, ну могу поесть чаем, могу не поесть, нет таких людей. То есть Меган это своеобразная Лакриция, это действительно так, мы либо ее любим, либо ее ненавидим. И давайте-ка я вам расскажу, что такое отношение с нарциссами, если вам повезло в жизни, и вы никогда не состояли в отношениях с людьми с таким нарциссическим расстройством личности, то вам интересно будет послушать. Если вы все-таки встречались с такими людьми в жизни, либо в каких-то любовных отношениях, то вспомните и действительно подтвердите мои слова. В общем, как говорят америкосы, жизнь с такими людьми это rollercoaster, то есть это такие русские горки, американские горки, у вас либо взлеты, либо падения, либо все очень круто, либо все очень-очень плохо. Когда вы на пике, то все просто офигенно классно. Любовь, морковь, вы понимаете, что это лучший человек на всей планете Земля, и как вы счастливы, что жизнь связала вас с этим человеком. Когда вы внизу, то все настолько плохо, что вы просто хотите наложить на себя руки в прямом и в переносном смысле слова, все просто отвратительно. Но выйти из этих отношений вы категорически не можете, потому что нарцисс, он как удав, он мягко обволакивает свою жертву и прям душит ее до последней капли крови. Вообще нарциссы, они заботятся исключительно только о себе. Им глубоко наплевать, что, например, у мужа могут существовать какие-то проблемы. Им самое важное, что происходит в их жизни. И здесь я хочу вспомнить вот это знаменитое интервью, за которое Меган прилетает по сей день. Ну, надо контролировать, что ты говоришь, конечно. Когда она говорила, что никто не спрашивает, окей ли я. Это четкая характеристика нарциссы. Ей надо, чтобы все спрашивали, окей ли она, все ли в порядке, как ты себя чувствуешь, что мы можем сделать, чтобы жизнь твоя была прекрасна. И для Меган, как для нарцисса, очень важно казаться жертвой. Жертвой расизма, неполной семьи, хейты, троллей и так далее. И тут одновременно хорошо и для Меган, и для Гарри. Потому что у Гарри есть вот этот синдром всех защитить, защитить вот женщину рядом с собой. И это идет, не надо далеко ходить, из его фильма The Me You Can't See, где он говорил Обре, что я, маленький мальчик, не мог защитить свою маму. И в итоге она вот таким образом погибла от рук папарацци, они виноваты в ее смерти. Я не смог ее защитить. Теперь я делаю все возможное, чтобы защитить жертву Меган. Жертву расизма, троллей, королевской семьи и так далее, можно вообще продолжать бесконечно. Нарциссам также очень важно, что о них думают люди. И здесь мы тоже можем быть с Меган незнакомы, но видно, насколько важно и что о ней думает публика. Просто принципиально важно, это основополагающее вот в их жизни. Именно поэтому Меган так терморит, когда ее не понимают или не так интерпретируют. Именно поэтому у нее есть цепная собачка карманная Омид Скоби, которая всегда чуть что, сразу рассказывает публике, как им нужно думать, как им нужно воспринимать образ Меган. Потому что она хочет, чтобы у публики формировался именно тот образ, который она себе нарисовала о себе. Потому что нарцисс хочет показаться именно таким, каким хочет казаться. Не обязательно есть на самом деле. И Меган, естественно, создает определенный имидж, и весь ее мир рушится, когда что-то идет не по плану. Одной из отличительных особенностей Меган, и об этом говорят ее друзья и люди, которые с ней сталкивались, она может, способна и хочет влюблять в себя абсолютно всех людей вокруг. Даже тех, кто не предполагал, что будет в нее влюбляться. Даже тех, кто первоначально не очень-то как бы был к ней расположен. Она просто не переносит, когда люди не влюблены в нее тотально. Не важно, мужчина это или женщина, если Мег хочет втянуть тебя в свою орбиту, она делает это возможным. Она давным-давно усвоила, что лесть действует, особенно если она сопровождается хлесткими выпадами, типа «Ты такой замечательный, все, что ты делаешь, так прекрасно, я ничего не хочу от тебя, кроме как восхищаться тобой». Она удивительна непосредственно. Никто не испытывает большого энтузиазма, особенно когда она хочет заманить мужчину в ловушку. Она окутывает его миазмами обожания. Она доказывает ему, что каждое его земное действие – это уникальный дар человечеству. Многие люди, еще и меньше мужчин, могут противостоять натиску такой позитивной личности, как Меган. Это делает ее очень соблазнительной. Мужчины не хотят сопротивляться, и поскольку она кажется такой искренней, они в конечном итоге подсаживаются на нее. Именно вот это последнее, в конечном итоге подсаживаются на нее, мне кажется, очень ярко характеризует отношения Меган и Гарри. Гарри, особенно в начале их отношений, был как наркоман. Он просто шел за Меган как удав за дудочкой, я частенько говорю это. И у Меган вот эти вот глаза, вот этот вот Гарри самый лучший, я подержу зонтик, я побуду с тобой, я посмотрю на тебя. Вот все четко, как вот в этой цитате. Также она умело сбрасывает на людей такие love bomb. Так это называют тоже в английском языке. Помните, мы говорили, что Гарри сбрасывает на королевскую семью truth bombs, бомбы правды, а у Меган в арсенале есть такие бомбы любви. То есть фактически она окутывает людей вот этой лестью, любовью, манкостью, вот этим медом, они влюбляются, и дальше происходит то, что происходит дальше. Есть такой момент в характере нарциссов, в характере личности с нарциссическим расстройством личности, как манипуляция. Это следующий шаг в отношениях. Смотрите, когда нарциссу нужно влюбить в себя человека, он строит определенные отношения со своим партнером. То есть окутывает любовью, love bombs вот эти и так далее. И потом начинается манипуляция, то есть он бац и перестает как бы любить. Его как бы подменили, он начинает флиртовать направо-налево, он начинает не перезванивать и так далее. И тот же самый, например, Гарри думает, что же я сделал не так? Давай я сделаю все, что ты хочешь, чтобы вернуть отношения на тот уровень. Помните по тем американским горкам, про которые мы говорили? То есть я хочу быть опять наверху, сейчас мы внизу. Почему мы внизу? Давай возвращаться наверх. В какой-то момент они вернутся наверх, ну а потом опять происходит манипуляция, когда чего-то нужно добиться. Мэган, нарциссы, они делают то, что делают. Они разбивают эти отношения просто в пух и прах для того, чтобы твой партнер сказал, окей, что-то опять не так, мне сносит голову, я не понимаю, почему, я не понимаю, что я сделала не так, давай восстанавливать наши отношения. Мэган очень умело играет в манипуляционные игры. Например, внезапно она может напялить подарок предыдущего мужа. Или когда, например, она точно знает, что ее будут фотографировать, выйти без обручального кольца. Это все нарцисс очень хорошо понимает и очень умело этим пользуется. И, конечно же, после таких выпадов Гарри поджимает хвост и делает все возможное, чтобы не повторить своих ошибок в будущем. А ошибок, по сути, это может быть никаких и нет. Просто вот Мэган таким образом играет в свои манипуляционные игры. Кстати, причина, почему она надевала подарок бывшему мужу, может быть, не одна. Она не просто хотела поиграть с Гарри, она хотела передать своеобразный привет Тревору. Этим тоже славятся нарциссы, они не отпускают свою жертву. Даже если они никогда с ней не будут, они все равно будут напоминать, что, мол, я есть, вспомни, я вот там существую. И, возможно, возможно, я думаю о тебе. Ну, как бы, в принципе, весь мир увидел, что это подарок Тревора. И этим мы переходим к следующему тоже достаточно неприятному моменту в личности человека, который страдает расстройством личности, нарциссическим расстройством личности. Это маниакальная любовь к себе. Вспомните, как частенько Мэган как будто бы выпихивала Гарри из кадра, да, когда они по зуму появлялись на каких-то мероприятиях. Она просто хотела, чтобы его просто не было, и максимально делала так, чтобы она была в центре этого кадра. Это, собственно, и говорит о том, что она максимально себя любит. Она не приемлет, когда человек тоже светится, да, в софитах. Есть вот эти кадры, когда она просто смотрит на Гарри таким образом, чтобы только заткнись, потому что ей кажется, что на него слишком большое внимание в данный момент. Мэган и Гарри предполагали, что будут играть вторые скрипки вот в этом вот конгломерате королевской семьи после Уильяма и Кейт. Но для Мэган это неприемлемо, потому что, в принципе, это неприемлемо для ее личности. Она нарцисс. Нарциссы должны быть всегда первые. Она всегда должна быть центром вселенной, центром всеобщего внимания. Только вспомним свадьбу принцессы Евгении. Это все сделано не просто так. Также, за что ее очень часто ругают, это объявление о значимых датах в день, важный, например, для Кейт или для другого члена королевской семьи. Это все тоже звенья одной цепи. Это все тоже нарциссическое расстройство личности. Также нарциссы ненавидят критику. Это не просто их обижает. Они начинают, они разворачивают войну против человека или против таблоида или против кого-либо, кто говорит плохо о них, кто их критикует. Но, например, если какая-то критика в сторону Мэган, то сразу, моментально вы расисты или вы плохо относитесь к женщинам. И все выворачивается так, что она на хайпе в рамках современной повестки. Что касается ее отношений с Гарри, точнее его отношений с его друзьями. Мэган критиковали его друзья. Они говорили, что ты торопишься, присмотрись, приглядись. Оп, и у Гарри больше нет друзей. Он ни с кем не поддерживает отношения. Почему? Потому что Мэган не приемлет критики и делает все возможное, чтобы в ее окружении никого не было, кто ее критикует. Но у вас есть Бабкин Престол, который может критиковать Мэган, может критиковать и Кейт и кого угодно. Так что, ну, для чего мы здесь собираемся, да? Ну и главное, нарциссы пользуются людьми. У них нет друзей, семей, мужей, жен. У них есть только личности, из которых они... Ну, личности. У них есть только рядом люди, из которых они выжимают максимально, что им нужно, переступают и дальше идут. Как только человек больше таким людям, как Мэган, не нужен, она прощается, вычеркивает его из жизни. Так случилось с ее отцом, так случилось с ее дядей, так случилось с королевской семьей, так случилось с ее подругой Джессикой Малруни. В общем, список можно продолжать. Так случилось с Пирсом Морганом, да? Они тоже были друзья, она от него поимела то, что хотела, и все, до свидания, Пирс, ты мне больше не нужен. И Гарри, вполне возможно, она тоже использует с самого-самого начала, когда они еще только начали встречаться. Потому что не просто так Мэган в своем инстаграме, например, показывалась в браслетиках таких, как у Гарри. Это такие намеки публики, чтобы они поняли, с кем она встречается. Да и вообще сейчас всплывает информация, что Мэган планомерно готовилась к встрече с Гарри. Она находила правильных друзей, чтобы вплыть в его окружение. Так что вот эта байка про случайную встречу, про то, что она не знала, кто такой Гарри, это все сказка про белого бычка. Но Гарри верит, очевидно, он верит, что в этом интервью, например, все было понятно. Ему это нравилось, что его полюбили не за титул, не за деньги, а просто за то, что он есть вот такой вот чудесный, замечательный, с красивыми глазками. Но ведь действительно так, в какой-то период отношений нарциссы идеализируют своего партнера в самом-самом начале. Они подстилают такую мягкую соломку и говорят, мол, ты лучший, ты самый лучший, никого на планете Земля нет лучше, все должны, просто вот, как я уже говорила, да, человечество должно быть благодарно за то, что ты существуешь на этой планете Земля. Все эти взгляды, это именно об этом. И от этой неимоверной любви Гарри максимально кайфовал. Ведь Меган была подготовлена, и Гарри от этого очень сильно кайфовал. Каким образом Меган была подготовлена? Я, мол, тебя даже не знала, я тебя полюбила, не за титул и всякое такое. Тут еще и Диана, вот эта повестка с Дианой, мол, меня смотри, гнобят, как Диана. В общем, просто идеальная картина для Гарри сложилась. Я вообще, в принципе, думаю, что с Меган даже и психологи работали, как подготовить себя ко встрече с принцем и как влюбить его в себя. Но, когда ты в отношениях с человеком с нарциссическим расстройством личности, все рано или поздно заканчивается игнором со стороны именно нарцисса. Тогда, когда ему уже неинтересно, и когда он понимает, что, ну, мне больше ничего от тебя не нужно. Нарцисс долго будет доказывать партнеру, что все в порядке, это просто в твоей голове, ничего, никакого флирта, ничего не происходит, это все в твоей голове. Но, как я говорила, будет не перезванивать, будет игнорировать, будет относиться плохо, будет показывать тебе, что ты ничтожество. Потом в итоге просто потеряет интерес к тебе и вычеркнет из жизни. Но не навсегда, как я уже сказала, будет периодически напоминать о себе и говорить, я тут, думай обо мне, я тоже иногда о тебе думаю, хотя это неправда. Люби меня, но я тебя не люблю, но ты меня люби всю свою жизнь. Если с Тревором это, в принципе, я не знаю, работает или нет, мы про Тревора ничего не знаем, но у него своя семья, у него прекрасная жена, и все хорошо, то с Гарри, Гарри это крест, который он будет нести до гробовой доски. Почему? Потому что у них двое детей, и потому что вычеркнуть Меган из жизни будет очень сложно. Развод не за горами абсолютно точно, Меган не будет интересна с Гарри всю свою жизнь, но Гарри будет нести этот крест всегда. И резюмируя все, я хочу, чтобы вы поставили галочки около характеристик нарцисса. Это характеристики просто человека с нарциссическим расстройством личности, характеристики психологов, это не про Меган. Но ставьте галочки, если вы считаете, что Меган соответствует этой характеристике. Итак, огромное самомнение, мечты о величайшем успехе, убежденность в собственной уникальности. Кстати, тут надо вспомнить письмо, которое написала Меган девочкой, ребенком, в компанию, которая рекламировала моющее средство, мол, она оскорбляет женщин, и, как она всем везде заявляет, что после этого компания переделала рекламу. Реклама была переделана, еще, мне кажется, письмо не успело дойти даже до почтового адреса этой компании. Компания уже переделала рекламу и запустила ее по телевизору. Меган на это никаким образом не повлияла. Просто так сложилось, что она написала, и вот там на следующий день компания поменяла эту рекламу. Письмо к этому не имеет никакого отношения. Но, тем не менее, это не останавливает Меган рассказывать о том, что именно она, девочка вот маленькая, на это повлияла. Огромное самомнение, да, действительно. Идем дальше. Ну что, все пункты, по вашему мнению, Меган собрала? У меня вот в моей голове абсолютно все. Мне кажется, что быть в отношениях с нарциссом это очень-очень сложно. Меня уберегла нелегкая, я в отношениях с людьми с нарциссическим расстройством личности не была. Но если вы готовы поделиться своей историей, то пишите обязательно ниже под этим роликом в комментариях. Я думаю, что нам всем будет интересно почитать. Может быть, кто-то поделится каким-то советом. Если вы сейчас в этих отношениях, либо вы были в отношениях, поделитесь. Интересно. Ваш нарцисс похож, в принципе, по характеру на Меган? Мне будет очень интересно почитать. Ну а на этом я буду ставить точку. Я надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее видео. Опять же, хочу сказать, что это видео не хейтить Меган, какая она плохая. Это видео просто разбор личности Меган, разбор вот того, что говорят психологи. И все. И немножко моего мнения, которое может быть вообще просто не связано с действительностью, не похоже ни на что. Это просто вот я такая вот сумасшедшая, решила вам рассказать свое мнение. Спасибо большое, что были сегодня со мной. Мне очень приятно, что вы продолжаете быть моим зрителем. Ну а мы увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok